МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. 27 собраний 28 июня и все в 5 часов вечера. НЖСК объявила о начале общедомовых собраний собственников жилья. Незнание закона не лишает права на имущественный вычет. Налоговая напоминает пенсионерам о льготах, которыми люди не спешат воспользоваться. И покусанная машина. Такой сегодня утром обнаружила жительница Ноябрьска свое новое авто. Ямал выполнил почти все поручения президента. Об этом губернатор Дмитрий Кобылкин сообщил на совещании, которое прошло в Сургуте. По словам главы региона, из 35 поручений Владимира Путина округ исполнил 30. Оставшиеся просто имеют длительный срок исполнения. Дмитрий Кобылкин, в частности, рассказал о том, что работа по подготовке и утверждению органами местного самоуправления правил землепользования и застройки в границах поселений выполнена в полном объеме. А работу по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на Ямале начали еще в прошлом году. На Ямале обсудят закон о земле для многодетных семей. Заместитель председателя законодательного собрания Ямала Елена Зленко примет участие в совещании, на котором будут рассмотрены вопросы в сфере земельных отношений в регионе. Совещание пройдет 2 июля в окружной столице в режиме видеоконференции с участием представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов региона. Напомню, закон предусматривает бесплатное предоставление земельных участков на территории автономного округа многодетным семьям. Завтра, 28 июня, управляющая компания НЖСК должна, наконец, провести первые общедомовые собрания жильцов. Главный вопрос повестки дня – смена формы управления на непосредственную и заключение договоров с компанией НЖСК+. Как сообщили в администрации города, собрания запланированы одновременно в 27 домах. Правда, время выбрано не слишком удобное для работающих горожан в промежутке с 5 до половины шестого вечера. Поэтому, по мнению сотрудников администрации, собрания вообще могут не состояться. Тем не менее, горожан в очередной раз призвали внимательно читать все пункты нового договора, прежде чем подписываться под ним. Тем более, что к содержанию документа есть много вопросов. Когда мы заключаем вот эти договорные отношения, мы должны хотя бы поинтересоваться, а что нам, какие работы будут предоставлены на ту сумму, которая оговорена в договоре. Я ее вообще не вижу, этой суммы. Вот к этому договору обязательно должен быть перечень работ. И перечень работ должен быть индивидуально на каждый дом. Мы, когда два года назад скрепостью ходили по собраниям, они тоже людям рассказывали, вы сейчас подпишите договор, а потом мы перечень приложим. Так ничего и не было сделано. Подводя итог, Ирина Никифорова подчеркнула, что, конечно, выбрать непосредственное управление собственники могут, если хотят, но должны учитывать, что в этом случае ответственность управляющей компании будет ограничена исключительно подписанным с жильцами договором. И контролировать исполнение всех работ жильцы должны будут самостоятельно. Между тем, руководство НЖСК стоит на своем и заявляет о том, что документы, которые до собрания предлагается подписать собственникам, всего лишь проект решений общих собраний и проект нового договора. Правда, слово «проект» не вписано ни в одну официальную бумагу. Кроме того, в НЖСК уверяют, что права собственников, новые условия договора и новый способ управления не ущемляют. И опускают, например, те факты, что при непосредственном способе управления домом обязанностей у жителей многоквартирных домов станет значительно больше. А вот шансы на капитальные ремонты зданий, напротив, весьма уменьшатся. И в программу фонда содействия реформирования ЖКХ, за счет которого сейчас и проводятся большинство капремонтов жилых домов, многоэтажки при непосредственном способе управления однозначно не попадут. И последнее, постоянно апеллируя тем, что управляющей компанией выжить сегодня сложно и что компания стоит на страже интересов собственников жилья, в НЖСК стараются не говорить вслух о том, что все-таки управляющая компания – это частная организация и что ее главная задача – это извлечение прибыли. А если прибыли нет, то почему руководство НЖСК всеми силами пытается направить жилой фонд в компанию-приемницу НЖСК плюс, причем на очень выгодных для коммунальщиков условиях. На нашем сайте сегодня вы можете прочитать ответы на вопросы, которые героиня одного из сюжетов Валентина Маличкина и журналисты новостей нашего города вчера направили в НЖСК. А теперь о тех, кто уже вышел на пенсию. Налоговая инспекция напоминает о том, что у пенсионеров появилось право получать имущественный вычет при покупке жилья. Такое изменение в налоговый кодекс внесено еще в 2012 году, но практика показывает, что до сих пор знают и пользуются этой налоговой льготой пенсионеры очень мало. Между тем, если человек купил квартиру и вышел на заслуженный отдых, например, в этом году, а ранее он имел доход, который облагался налогом по ставке 13%, то есть обычную зарплату, то сейчас самое время обратиться в инспекцию за имущественным вычетом. И в данном случае, так как он не работает, он имеет право вернуться на три предшествующих года сделки по приобретению жилья. То есть в 2013 году квартира куплена, а за три предшествующих года, которые он работал 12, 11 и 10, он имеет право заявить имущественный вычет по приобретению жилья. Здесь есть один существенный момент. Вернуться назад для имущественного вычета можно только на три последних года. А это значит, если пенсионер купил жилье в 2012 или 2011 году, то вычет можно получить только за 2010 и 2009 годы. А если сделка купли-продажи состоялась в 2010, то вычет производится всего за один – 2009 год. Но если пенсионер снова начал работать, то для имущественного вычета, как и все трудящиеся населения, он вправе заявиться уже в последующие 2014 и 2015 годы. Ранее до принятия поправок в налоговое законодательство пенсионеры вообще не могли рассчитывать на подобные налоговые преференции. «Газпромнефть» в рамках соглашения с «Газпромом» намерена оснащать свои АЗС газовыми блоками для реализации газомоторного топлива. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Говорили на встрече и об итогах работы компании за 2012 год. Александр Дюков рассказал, что в минувшем году «Газпромнефть» стала лидером российской нефтяной отрасли под темпом роста добычи углеводородов. Кроме того, компания расширила географию деятельности за рубежом, а также получила первую нефть в рамках новых крупных проектов на севере Ямалоненинского автономного округа. И что важно, подчеркнул Александр Дюков, компании удалось увеличить долю прибыли, направляемую на дивиденды. Для нас важно, что мы не только увеличили масштабы бизнеса и стали больше добывать и больше перерабатывать, мы повысили эффективность нашего бизнеса, а это позволило нам получить самую большую в истории компании и операционную прибыль, и чистую прибыль, что позволило в свою очередь увеличить дивидендные выплаты. Дивидендные выплаты по сравнению с 2011 годом мы увеличили на 28%, дедная доходность составила 8%. Но прежде всего это важно акционерам, и повышение эффективности позволило нам порадовать акционеров высокими дивидендами. Руководство «Газпромнефти» уже не раз отмечало, что экология, экономика в нефтедобывающей отрасли нисколько не противоречат друг другу и предприятию выгодно предотвращать аварийность промышленных труб на месторождениях. Поэтому на ремонте и техническом обслуживании фонда трубопроводов здесь не экономят. Так «Газпромнефтиноябрьснефтегаз» проводит целый ряд мероприятий в этом направлении. Замена трубопроводов, капитальное строительство, диагностика, мониторинг скорости коррозии, очистка трубопроводов и другие операции. Целостность труб напрямую влияет на экологическую обстановку в месте добычи. И этот вопрос постоянно отслеживается. На предприятии стараются сохранить трубопроводы в работоспособном состоянии, так как это нефтяные артерии месторождениям. Поэтому делается все необходимое, чтобы исключить аварийные ситуации и сохранить экологию региона. В настоящее время ведется замена подверженного коррозии участка нефтесборного коллектора в районе 14-го куста Спорышевского месторождения. Неприятный сюрприз обнаружила одна из жительниц города, выходя из подъезда собственного дома. Как обычно, женщина направилась к своему автомобилю, к слову сказать, купленному совсем недавно, 4 месяца назад. И сразу увидела, что передняя часть машины, а также левая сторона, сильно поцарапаны. Кроме того, бампер автомобиля искусан. Елена сразу же обратилась к участковому. Он составил акт о порче имущества. По словам полицейского, в течение трех дней автомобиль пройдет экспертизу, после чего будет установлена сумма ущерба. Кто это сделал, пока не ясно. Но женщина уверена, это дело не рук, а лап, скорее всего, большой собаки. Вчера в обед вышла и увидела, что у меня машина покуцанная, как говорится. Сначала думали, что кто-то отверткой. Но когда присмотрелись, это собачьи клыки, это видно. Людмила Буряк вернулась из очередной поездки по воинским частям. На этот раз она побывала в Армении, Южной Осетии, во Владикавказе. Там служат 30 ямальских срочников, 10 из них из Ноябрьска. Видеоприветы молодых людей Людмила Буряк сегодня уже передала родителям на собрании, а с нами поделилась собственными впечатлениями от поездки. Завершилась очередная поездка по Северно-Кавказскому военному округу. В этот раз мы посетили Южный военный округ, это у нас город Гюмри, 102-я военная база, и Южная Осетия, Тсенвал и Владикавказ. Конечно же, у меня остались такие яркие впечатления, это от Армении, потому что это там, где служат наши ребята, это исторический город. Ну, словами не передайте, это нужно служить и видеть. Можно сказать родителям, чтобы они не волновались. Служат наши мальчишки достойно и выполняют с достоинством свой воинский долг. 28 июня молодежь Ноябрьска отметит свой праздник. В этот день будет подготовлен целый ряд самых разных мероприятий. От забега на шпильках, за что, к слову, победительницы полагается пятидневная поездка в Санкт-Петербург до большого концерта, на котором выступят артисты из Кургана и Черябинска. Информационный спонсор празднования Дня молодежи – издательский дом «Благовест». Для жителей нашего города завтра планируется проведение праздничной программы, посвященной Дню молодежи. В районе городского фонтана и прилегающей к ним аллеям будет работать молодежный арбат, где молодежь города и жители смогут посетить интерактивные площадки. Заключительный этап городского конкурса райтеров «Краски улиц». Фотосалоны будут работать, где смогут жители города и молодежь сфотографироваться в старинных костюмах. Планируется приезд артистов из города Кургана и Челябинска. Также будет у нас ведущий Стас Зубков. Я думаю, что молодежь и жители нашего города уйдут с массой положительных эмоций с данного мероприятия. Ну а далее коротко о том, что на этой неделе для своих читателей подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Сегодня молодежь часто жалуется на то, что в ноябрьске некуда сходить, нечем заняться. В интервью СН начальник управления по делам семьи и молодежи Игорь Шевелев рассказал о том, какой он видит сегодняшнюю молодежь и над чем УДСМ работает в летние каникулы. Молодость это мечты, подвиги и планы. В преддверии Дня молодежи редакция СН на пятой полосе свежего номера знакомит читателей с самыми энергичными, амбициозными и успешными молодыми специалистами «Газпромнефть» ноябрь с нефтегаза. А на девятой странице газеты известная сибирская травница, кандидат биологических наук и почетный гражданин города Тюмени Лидия Сурина в беседе с корреспондентом раскрыла секреты вечной молодости и здоровья. Слово нефтяника. Видим все. Говорим главное. И в завершении полезной информации. Специалисты назвали 10 основных продуктов-помощников для сердца. Какие же продукты помогут сохранить символ любви в целости и сохранности? Остановимся на самых важных. Итак, первое место в списке заслуженно занимает рыба. Это, несомненно, главный помощник в работе сердца. Далее идут орехи, прежде всего грецкие и миндаль. Они содержат аминокислоту, которая защищает кровеносные сосуды и оказывает массу других положительных эффектов на организм человека. Томаты – отличное природное средство для улучшения сердечного ритма, для предупреждения гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, съешьте апельсин. Эти яркие плоды содержат пектин – вещество, которое способствует выходу лишнего холестерина из организма. И, наконец, пожалуй, самый приятный продукт мини-рейтинга, который публикует «Вести 24» – темный шоколад. Он полезен при повышенном давлении, так как содержащиеся в нем вещества расширяют кровеносные сосуды. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. 28 июня в Салехарде переменная облачность. Ветер северный до 9 метров в секунду. Температура плюс 13 градусов. В Муравленко дождь, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура 7 градусов тепла. В Неверсах небольшой дождь. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду. Температура плюс 7 градусов.